здравствуйте я уже в предыдущем видео где я показываю как я повязываю носки сказала о том что какое-то мне такое чувство что возможно мне не хватит этой пряжи на на пару носочков так вот они у меня на спицах вяжу 2 одновременно такими секциями вот здесь вот я уже одну пару довязала ровно до того момента когда мне нужно вязать укороченные ряды поворотные укороченные ряды и делать убавки а вот эта пара как раз в самом начале когда я делаю только прибавки то есть вот я их подгоню к этому же моменту до момента прибавок их выровняю друг с другом вот эту теперь я буду вывязывать и потом на одной полностью сделаю убавки и поворотные ряды потом перейду на вторую принципе пятки будут готовы если в блокноте вот так записываю прям вычеркиваю по рядам расписала кого мне разделено вот таким образом и вычеркиваю конкретно то есть вот здесь вот у меня уже полностью все я не поставила полностью все 30 рядов и прибавки в каждом четвертом я отмечаю все готовы и так мне мне кажется что у меня не хватит возможно не хватит пряжи а возможно и хватит я подумала я я я я я я я вот это видеть вот такая запись идет этого видео миллион разных повторов значит я решила что для того чтобы выровнять вот здесь вот прям так красиво начало рядочка размотала намотал очки на две равные части клубочек думаю что это на ка потому что мы мы с подружкой обменялись она начинала распустила и отдала мне распущенный чуть-чуть был распущенный и я но без этикетки я уже думаю что на куб похож по крайней мере и отмотала отмотала размотала на моталке обрезала достаточно много чтобы выровнять вот здесь вот более-менее чтобы так одинаково шел носочек я думаю что возможно вдруг там на мысок не хватит или не хватит но совсем немножко будет обидно как-то и начала искать варианты пряжи которые могут мне подойти мне хочется быть уверенной что я на мысок вот вот не буду нигде делать и вставки никакие там пяточки полосочки ничего не буду вывязывать весь носочек у меня будет из пряжи вот это если мне не хватает буду уже видеть что не хватает то я ровно вывяжу мысок вот это пряжа вроде бы все рядом но нет вот нет она трошки розовая не к все таки она более холодная серо-серо-бежево-розовая здесь есть похожие мотивы что-то есть но но это более холодная вот такой есть у меня вариант он абсолютно нейтральный и если у меня будет вот такой мысок и нибудь то принципе особенно если он будет после вот такого разделения да вот после такого нейтрального разделения то в принципе тоже очень даже очень даже хорошо будет и тут я нашла еще вот такую пряжу это премиум yarns winter мне все время кажется что это премиум yarns winter что она толще чем премиум yarns color возможно мне так кажется я не знаю и я посмотрела что в принципе она тоже может быть на хвостике а можно даже будет ее запустить где-то хеликсом где-то вот в такой части посмотреть чем будет заканчиваться и вот это наверное самый будет она ближе всего к этому цвету отсвечивает потому что она не в полотне но они в одной одной абсолютно палитре гамме одной палитре вот рядом вот так вот и я пока не буду ничего разматывать целый моточек у меня есть довяжу посмотрю посмотрю как получится но тут же еще есть еще один способ попробовать определить насколько у меня все этой пряжи хватит вот есть у меня весы так сейчас нужно куда этот моточек да вот тут больше всего у меня связано я предполагаю что мне было в матке где-то девяносто четыре а может даже 90 92 грамма ну я оторвала ниточку по 45 20 29 29 если по 45 ну почти половину я связала вообще-то вообще-то хорошо это значит что у меня должно хватить это 20 сантиметров если на размер на размер 38 39 мне в принципе нужно 20-24 сантиметра и я думаю что сейчас же я уже на средине пятки я думаю что мне ну должно хватить 29 сантиметров 29 грамм я на средине пяточки надеюсь что да надеюсь что да и не будет хватать но вот это пряжа очень хороший вариант потому что ничего другого я уже искать не буду мне кажется ее можно будет хорошо смиксовать хеликсом или аккуратненько просто вот как-то мысок где-то может синим вот если синим вот этой частью сделаю микс на маске то это даже не будет заметно если не знать об этом что я из заменила добавила пряжу и я нашла еще беру отсвечивает вот этот образец но такой он конечно ну красавец так а лучше всего этот цвет оттеняет цвет фуксии да вот они конечно очень красиво он оттеняется это пряжа ярослав она немножко твидовая мне кажется это чуть-чуть видно этот вид яма точки эти как-то связала отложила как вы видите некую резинку ничего она не держит но она такая красивая хоть он такой богатый этот цвет что я решила и там есть еще розовый я тоже розовое купила ну вот к этому лучше всего он мне кажется он лучше всего насыщеннее становится это не значит что их нужно миксовать вместе мне просто кажется что лучше всего открывается цвет когда я показываю их вместе вот значит что там есть розовый белый немножко голубого или синего вот такой вот красноватый ну вот вкрапления эти заметные и когда в большом полотне то они прямо становятся такими явными я думаю что нужно достать эту пряжу она очень недорогая я предполагаю что где-то в районе 60 60-65 68 гривен за 100 грамм состав очень хороший и выглядит пряжа очень хорошо вот она это после стирки стиральной машины она открылась то чем она была пропитана в принципе достаточно хорошо отстиралась и здесь спицы интересно что это я думаю что здесь скорее всего может быть три с половиной может и четверка может четверка видите что я вот здесь что-то попыталась связать раз-два-три-четыре-четыре наверное все таки четыре с половиной мне почему-то кажется что это четыре с половиной вполне можно обязательно четыре с половиной если связать на четверки то нужно будет по постараться как-то и надо а вот сейчас видно да да если сильно растягивать если вязать на четверки то в принципе четверка вот трое три с половиной 375 это уже будет слишком плотно и мне кажется что если на этих четыре с половиной постирать еще раз то она еще больше откроется видно какой-то пушок вот такая пряжа подложу к ней чтобы она выглядела интересней даже не знаю что нужно подложить и пряжа которая пойдет на на мысок если вдруг у меня не хватит не хватит основной пряжи и пряжа ярослав рекомендую видите у меня изделия нету но я уже рекомендую потому что я она меня поражает хорошем смысле слова я от нее ожидаю намного меньше чем чем она дает и вот сейчас камера но не передает она насколько это красивое может быть изделие это такое красивое богатое изделие вот и такого британского британского характера вот ну да все все твидовые ткани это подразумевают но это красивый очень красивый твид понравилось наверное на руке лучше всего и продемонстрировать это изделие вот так вот классно она она не мягкая но и не кусючую это просто такой приятная шерсть но не не кусючая нету ощущения что это шерстистость такая которая покусывает просто немножко такая не мягкая не мягкая но не кусючая все